Приоритетной задачей для глав поселений остается благоустройство. Мы в своих сюжетах еженедельно стараемся рассказывать о работе администрации сельских поселений нашего района в этом направлении. Сегодня мы находимся в ауле Ходз. Десять дней назад в местной амбулатории начался капитальный ремонт здания. О том, как проходят строительные работы, нам рассказал глава Ходзинского сельского поселения Рамазан Тваснаков. Ремонт, капитальный ремонт здания у нас началось где-то неделю назад. Сейчас идет демонтаж, полный демонтаж здания. Это будет сноситься и крыша, и внутри. И после этого начнется капитальный ремонт здания. И все благодаря премьер-министру Мурату Королевичу, Ашеву Мухаммаду Тумальдиновичу. О сроках сдачи этого здания Рамазан Тваснаков говорит следующее. Срок строительства у нас на три месяца. И через три месяца, я думаю, что у нас будет красивое, достойное здание амбулатории Аула Ходз. Тендер по капитальному ремонту местной амбулатории выиграл Беслан Шиков. И его бригада хорошо справляется со своей задачей. А именно сдать здание по истечении трех месяцев. Бригады разные, одни, но сейчас в основном ломается все. Поэтому сейчас бригады из восьми, это человек. И они работают добросовестно, спасибо большое. В амбулатории работает около 20 человек. И нас, конечно же, заинтересовал вопрос, действует ли сейчас медицинское учреждение и где именно. Пока будет идти реконструкция здания, житель нашего аула Джамбулат Макао влюбезно предоставил нам свой дом, говорит глава поселения. Естественно, больше всех капитальному ремонту амбулатории обрадовались жители аула. Жители, конечно, радуются, мы все довольны. Это социально значимый объект. В этой больнице родились многие жители нашего аула, поэтому нам это здание дорого. И мы рады только, рады. Немаловажной задачей для всех поселений является водоснабжение. В Ходзе проводилось много изыскательных работ, но результаты, по словам Рамазана Тваснакова, были неудовлетворительными. В итоге решили применить уникальный проект – использовать родниковую воду. На сегодняшний день водоснабжение на какой стадии поселение находится? Строительство водоснабжения на сегодняшний день идет уже к совершению. По программе у нас строительство на два года, но подрядчик планирует досрочно завершить строительство. Где-то в сентябре, где-то через месяц-полтора уже, что вода у нас уже в домах, чтобы было. В рамках какой программы? Программа федеральная, устойчивое развитие сельских поселений. По этой программе мы попали на строительство водопровода. И то, что вода нам нужна в ауле, это все жители прекрасно понимают. Качественная вода всегда – это здоровье, а здоровье дороже всего. Конечно же, возникает вопрос финансирования, на что глава поселения отвечает. Финансирование у нас идет, это софинансирование, это федеральные средства, региональные, районные и местные. Общая сумма у нас около 43 миллионов рублей. На самом деле этот проект действительно уникален. Задействовано будет четыре источника, из которых водой будет обеспечен весь аул. Вода будет хватать везде. Напор, давление будет нормальный. По проекту вот так у нас. Мы побывали на этом объекте на стадии его завершения. И скоро жители аула получат в свои дома чистую родниковую воду. Продолжение следует...